ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В Белеславе мечтали оренбургские девочки-подростки из районного Дома культуры. Полосатые наряды несовершеннолетних российская общественность посчитает слишком откровенными. И рядовая танцевальная постановка «Пчелы и Винни-Пух» попадет на главные информационные сводки страны. Аудитория разделится на два лагеря. На тех, кто за и тех, кто против такого детского искусства. И загудит, словно разворошенный улей. От энергичных движений юных танцовщиц чиновников городадминистрации первыми лихорадочно затрясло. От возмущения, просмотрев пчелиный танец несколько раз, специалисты отдела культуры, как ужаленные, экстренно собрали рабочую группу. Члены авторитетной комиссии единогласно признали постановку недопустимой, низкосортной и чуждой русской культуре. Пришли к единому выводу, что это направление не носит интересного какого-то характера, за исключением новизны, что всегда привлекает молодежь. Не носит никакого не содержательного характера, как наши, например, русские народные танцы. Кадры прошлогоднего Дня молодежи, организованного городской мэрией. На сцене участницы тогда еще не о скандалившейся танцевальной студии. Школьницы не в пчелиных нарядах, но те же нескромные телодвижения. Странно, но тогда 15-летних подростков не осудили, общественность не возмутилась и про народные танцы чиновники не вспоминали. Почему такой шум, почему такое внимание, не могу объяснить. Постановка танца, она может нравиться, может не нравиться. Новое танцевальное течение, оно действительно недавно появилось и в России, тем более в Оренбурге. Ну, молодежи хочется всего нового. Мы дали такую возможность детям. Что это за танец такой тверк? Директору студии пришлось объяснять все на той же комиссии. В администрацию на ковер Елену Яковенко вызвали вместе с дочерью-хореографом. Она и занималась постановкой. Виктория признает, возможно, танец был еще сыроват. После концерта его организовали только для родителей. Номер и вовсе сняли с программы. Это было еще в январе. Кому и для чего сейчас понадобилось выкладывать видео с неудавшимся танцем, непонятно. Никаких жалоб, никаких замечаний после концерта не было. Абсолютно. Все были довольны тем результатом. Те участницы, которые 16-летние, например, они все танцуют с разрешения родителей. Родители были на этом концерте, родители знают, чем занимаются их дети. По словам хореографа, ничего вызывающего в модном афроамериканском танце нет. Тверк – это современная ламбада, которую даже в детсадах исполняют. Резонный вопрос – для чего тогда руководители студии собирали с родителей заявление о том, что они не против, чтобы подростки занимались тверкингом? На вальсе фокстрот разрешения ведь никто не спрашивал. Известно, что некоторые родители, увидев свою дочь в новом ракурсе, бросили студию. Он поразил и, может быть, возмутил меня до глубины души тем, что недвусмысленно, значит, демонстрировал все, в кавычках, прелести юных девушек. Ребенок больше там не занимался. Этот концерт действительно был первым и последним. Однако большинство родителей совсем не против странного танца. Мол, все лучше, чем бродить по улице без дела. У меня дочь этим занимается давно. Она у меня дома тренируется. У меня внучка танцует этот танец. Меня не шокирует абсолютно ни меня, ни моего мужа, ни моего старшего сына. Никого. Но если родители не понимают масштаба проблемы, не успокаивались нравственные чиновники, значит, пора и их воспитывать. Есть же определенные рамки приличия и для взрослых, и для детей. Не могут девочки срывать с себя юбки на сцене и вставать в портер, выгнув спину. Нравится тверк. Ради бога, только показывать чересчур откровенные движения. Лучше где-нибудь в ночных клубах с ограничением 18+. Вид искусства – это балет, это танцы, это пальный танцы, это давно искусство. Это когда руки, ноги, все работает. А когда ты просто трясешь попу, это не искусство. Извините, для меня это порнография. И, конечно же, к детям, несовершеннолетнего возраста, это никак не приемлемо. Тем более в школе и на детском концерте. Тамара Потлай – одна из лучших тверк-танцовщиц России. Говорит, заниматься этим направлением начала как раз в подростковом возрасте. Иначе об успешной карьере можно было и не жужжать. Очень классные подвижные танцы. Вкусный вид танца. Этому еще нужно поучиться, на самом деле, чтобы танцевать таким образом. Если посмотреть на этот номер совершенно вот со стороны сюжета, пчелки, Винни-Пух – это имеет отношение к детству. И здесь в сочетании с достаточно откровенными, недвусмысленными эротическими движениями это дает такую, в общем, гремучую смесь, которая не может не вызывать, например, у противоположного пола никакой ответной реакции. Является видом эротического танца, который подразумевает недвусмысленный эротический призыв, в сексуальный призыв, и поэтому уместен только, уместен для исполнения только совершеннолетними людьми. Свою ложку дегтя добавил и следственный комитет. Изучив видеозапись танцующих подростков, сыщики завели дело по совсем не детской статье – развратные действия. Несовершеннолетние девочки танцуют так называемый групповой тверкинг-танец. Они в откровенных костюмах, в связи с чем следствие обратило внимание на данный танцевальный номер. Были девочки трое 14 лет, двое 15 лет. Занятия в школе пока запретили, тем не менее в четверг в ДК, где находится студия, было многолюдно. Руководители театра танцев провели закрытую встречу с родителями и учениками. Решено было собрать подписи в поддержку коллектива. Ребятишки чудесные! Вы можете ими гордиться! Вы хотите, чтобы ваших детей выкинули сейчас на улицу? Впрочем, без крыши над главой школы танцев вряд ли останется. Ведь теперь это и вправду самый популярный российский танцевальный коллектив. И пока спецкомиссия изучает их репертуар про оренбургских пчелок, уже слагают стихи и кладут их на молодежный бит. Роман Игонин, Анастасия Лукина, Надежда Денисова, Станислав Кайсин, телекомпания НТВ.